И как раз в связи с тем, что у Путина будет собрание его группы избирателей, 24 декабря сейчас разворачивается крайне-крайне интересная история. Вы же помните, мы наизбирали муниципальных депутатов в Москве и громко обсуждали, что это победа, и многие муниципальные собрания, значит, захваченные оппозиции, там у меня есть большинство. Я не так активно участвовал в этом процессе, но было одно муниципальное собрание, где мы очень активно поддерживали кандидатов, и там шел Илья Яшин, который провел всю свою команду, возглавил муниципальное собрание в районе Красносельская, у него там большинство, и они довольно активно начали работать, делают всякие хорошие вещи, демонстративные, правильные политические вещи. Например, Яшин отказался от служебного автомобиля, который ему положен, потому что, а зачем ему служебный автомобиль руководителю депутатов муниципального собрания? Ну, пользуйтесь общественным транспортом или пользуйтесь ездить на своей машине. С какого перепуга налогоплательщики Москвы должны оплачивать тебе служебную машину? И вот он сказал, правильно, я от нее отказываюсь, и эти деньги передаем на социальное такси, пусть инвалидов-колясочников возят бесплатно. Ну, так вот, помимо таких правильных социальных вещей, они делают правильные политические вещи, в частности, когда их только избрали, многие посмеялись над тем, что, значит, в их полномочиях, которые довольно ограничены, есть такая штука, как организация местных праздников, организация и проведение местных праздников. Там еще есть организация патриотической работы, военкоматы и всякое такое, но организация местных праздников. Те, кто живут в Москве, вы видели эти праздники миллион раз, это какой-нибудь там, не знаю, в Марьинском парке праздник под названием «Мы веселые марьинцы и печем марьинские блины», или какая-нибудь там «Веселая капотня», «Радостная Леонозова». Такие праздники постоянно происходят, какие-то тетушки стоят на площади, что-то делают, школьники танцуют, и всякие такие вещи. То есть это всегда не имеет никакого политического контекста, но это муниципальное собрание Красносельское. Там депутаты собрались, слушали, постановили, проголосовали большинством голосов и учредили праздник, который называется «День свободных выборов», и он пройдет 24 декабря. У них на территории этого Красносельского есть сквер имени Лермонтова, Лермонтовский сквер, он правильно называется, прямо непосредственно около метро «Красные ворота». Они сказали, москвичи, мы приглашаем вас всех на «День свободных выборов». Это на 100% соответствует уставу этого муниципального образования, закону московскому. Но мэрия моментально просто встала на уши. Не просто мэрия, было понятно, что задействованы какие-то федеральные здесь вещи, потому что вчера на второй программе вышел совершенно адский сюжет. Сейчас я вам маленький кусочек этого сюжета покажу, но это просто такого мы не видели, ну, наверное, с 2012 года. Давайте посмотрим короткий кусочек. С недоумением прочитал в СМИ заявление некоего клерка из мэрии Москвы. Илья Яшин у себя в фейсбук негодует по поводу запрета так называемого «Дня свободных выборов» 24 декабря. Тихо! Слушайте, бомбит у кого-то. Еще когда вместе работали в Яблоке, Навальный и Яшин имеют плотные контакты с представителями американских международных институтов. Впрочем, не Навальным единым. Есть с кем посотрудничать и в ближнем зарубежье. Рассказывают, на прошлой неделе красносельским мундепом наведался некто Генрих, гражданин Украины. Общался лично с Яшином и предложил наладить обмен опытом муниципальной работы с народными избранниками незалежной. Хорошая шутка. То есть, как видите, просто по аду. Какой-то украинец по имени Генрих. Я звоню Яшину. О, миллион собрали. Всех поздравляю. Мы собрали миллион рублей в эфире «Навальный лайф». Аплодирую вам всем. Сегодня собранные деньги пойдут тем, кто попал под задержание и в отношении кого вынесен штраф. Но мы продолжаем сбор денег. Продолжаю рассказывать про Яшина и про вот этот вот сюжет. Звоню Яшину и говорю, какой у тебя украинец по имени Генрих приходил к тебе. Говорит, они просто выдумали какого-то украинца. Имя-то какое придумали. Ну, просто вот еще нужно было. Приходил человек. Говорят. В управу Красносельского района приходил человек. Я разговаривал с немецким акцентом. А звали его «Адольф». Вот только вот такого чего-то не хватает. Ну, вот просто безумие какое-то. И мы вообще не понимали, а почему они встали на уши? Ну, митинг. Ну, не митинг, а праздник. Ну, придут люди на этот праздник. Что ж такого? И вот выясняется, что это в этот же день. Путин запланировал в движении своей группы избирателей. Поэтому ему очень не хочется, чтобы происходили два мероприятия одновременно. День свободных выборов, где многие люди, очевидно, будут указывать на то, что выборы в России не совсем свободны. И его мероприятия, где они будут продолжать вешать лапшу на уши, про то, как все честно, как все прекрасно, и мы всех победим. И вот это противостояние между Кремлем, очевидно, и группой смелых депутатов в московском районе, это одна из самых интересных политических историй сейчас. Потому что их уже начали поддерживать другие депутаты. Вот собрание района Конькова приняло решение в их поддержку. Только что Дмитрий Гудков, я видел, опубликовал письмо. Там почти 100 муниципальных депутатов высказались в поддержку Яшина. И вот прямо так по хардкору заявили. Мы призываем всех прийти на этот праздник. Это очень важно, потому что многие же из этих людей, они такие, как бы сказать, не обидев никого, осторожные. Ну, значит, на санкционированный пойдем, на несанкционированный не пойдем. Вот все-таки в мэрии, она запрещает. А здесь прямо и прокуратура притащила сегодня вечером некое предписание абсолютно незаконное. Есть у нас, если есть видео, давайте покажем, как прокуратура приходила к Яшину. Мы зафиксировали то, что текст предостережения после отказа Яшина в получении данного документа зачитан лично заместителем Мещанского международного прокурора Тарасова в присутствии гражданина Бориса Владислава Алексеевича 1-го в мае 1963-го года рождения заристояния по адресу город Москва, улица Академия Волгина, дом 23, квартира 103. Приведены его паспортные данные. Соответственно, реакциональное действие завершено. То есть, видите, как интересно, мэрия, Кремль, прокуратура, они прямо четко заявили. Значит, мы, ну, фактически, они же понимают, что это незаконно, потому что 100% муниципальные депутаты имеют право это делать. Покажите, пожалуйста, скриншот. Есть статья 8, пункт 8 в законе об организации местного самоправления. Там черным по белому написано, что имеют право организовывать местные праздничные и иные зрелищные мероприятия. То есть, невозможно с этим спорить вообще никак. Просто невозможно спорить. Но, тем не менее, вот они прямо по всем каналам и медийно, и прокуратурой заявляют, что вообще невозможно и запретим. Но, несмотря на это, даже такие довольно осторожные люди заявляют, а мы все равно придем. 100 депутатов подписались за Яшина. Они просто подписались, а обратились ко всем остальным депутатам и москвичам, что, ребята, мы приходим все в Лермонтовский сквер 24-го, потому что день свободных выборов. Это праздник, который организовывают депутаты, и они имеют право организовывать. Тут же не ситуация, знаете, как обычно. Алексей Навальный подал заявку на митинг, а мэрия говорит, что, ну, этот Навальный там, вот он, типа, бегает по улицам Саакашвили, поэтому неразрешим, мешает проходу гражданам. Это власть, муниципальные депутаты, это власть, и власть приняла решение о проведении праздника. То есть это не заявка на митинг, который можно отклонить или сказать, какие другие люди успели подать раньше вас. Это прямо, у них там какая-то комиссия по социальным вопросам заседала, голосование, все бумажки, все дела. То есть это прямо чиновники, ну, на самом деле, муниципальные чиновники приняли решение, и сейчас федеральные чиновники пытаются им помешать, а другие муниципальные чиновники, значит, вписываются за них. Очень интересно, давайте за всем этим наблюдать. Ну, и, конечно, все мы должны воспользоваться, принять приглашение, участвовав в этом празднике, в Днем свободных выборов, поэтому я постараюсь туда обязательно прийти. 26. 26.